Наступила осень, отцвела капуста, и во мне проснулись половые чувства. А вы что здесь делаете, молодые люди? Что вы здесь делаете, молодые люди? Погуливаемся. Многие ходят по этому мосту и даже не замечают, что здесь нарисовано. О, здорово. Я надеюсь, вы кровь младенцев пьете? Я думал, это витраж, а это просто краска замазана. Что, страшно? Интересно. То есть это прям дверь, да? Соответственно, здесь сделали шкаф, здесь сделали дверь. Ну, что я могу сказать? Победители премии Дарвина – Серега, Колян, Игорь, Жека и Катюха еще. Норм? Нет, мне не надо попку, попку, попку я не нужен. Вот так вот. Красиво? Девочки, сегодня я вам расскажу, как надо делать правильные фотографии и сторис в Инстаграме. То есть надо, во-первых, встать в абсолютно натуральную позу, вот, типа такого, вот, видите, как будто вас перекорежило от радикулита. И затем, самое главное, найти площадку, где есть листья. Вы смотрите, вы так берете их, и все на оператора. Мне кажется, у меня даже звук зашкаливает немножко. Нет, вроде нормально. А вот, вы поняли, как надо делать фоточки для Инстаграмов? Вот так вот и делаете. Еще знаете, как вот так вот? Вот так вот. Я и осень. Но если вы хотите делать не то, что было показано выше, а нечто, что можно назвать профессиональным креативом, то, пока я осваиваю профессию гида, вы можете освоить профессию дизайнера интерактивных медиа. В нашем довольно быстро меняющемся мире, где все подчинено идее новой красивой реальности, необходимо идти в ногу со временем и требованиями рынка труда. Онлайн-школа Контента и студия Луна Парк создали первый в России курс по дизайну интерактивных медиа, рассчитанный на 8 месяцев. Что это вам даст? Во-первых, вы освоите современные медиа технологии, и в этом вам будут помогать, поддерживая вас, опытные наставники. Во-вторых, научитесь придумывать и создавать интерактивные инсталляции для коммерческих структур, музеев, различного рода мероприятий. В-третьих, сможете совмещать свет, звук, программный код, кинетику, 3D-визуализацию, проекции, генеративную графику и компьютерное зрение. Если вам интересно работать на стыке дизайна и технологий, непременно попробовав все своими руками, этот курс точно для вас. В Контента есть уникальная возможность работать с реальными объектами и интерактивными прототипами на практике. У школы есть свои 4 лаборатории для реализации ваших идей для реальных заказчиков. По промокоду ПАВЕЛПЕРЕЦ действует 45% скидка на обучение. Ссылка на курс внизу в описании под этим видео. А мы пойдем дальше изучать свет, звук и графику в питерских подворотнях и коммунальных квартирах. Наступила осень, от села Капуста и во мне происходят половые чувства. Значит, мы с вами на самом деле уже здесь гуляли. И мы начинали от Петроградской стороны. Проходили мимо этого памятника. А сегодня мы с вами пойдем в другую сторону. И нас по дороге ждет сюрприз-сюрприз. И даже не один. Special for you. Потому что if you want to be ok, guide you tourists every day. Как говорил Иван Сусанин в неких лесах, куда он завел свою туристическую группу. Мы сейчас прямо с вами позвоним и предупредим, что мы приближаемся, потому что нас будут встречать. В доме, построенного специально для Эмира Бухарского. Ну, в общем, мы будем у вас через пять минут. Так что вы... Нет, который внутренний двор. Мы через дворы пойдем. Все, давайте. Ждем. Я не буду рассказывать ни про декалин совета, построенного по проекту замечательного архитектора Евгения Абдольфовича Левенсона, потому что я это уже все рассказывал ни про Попова, ни про все остальное. Кстати, нас потом ждет еще тур и в ту сторону, потому что у меня есть рассказ и про, соответственно, дом литераторов, где закончили свои дни, например, Герман Лопатин и Вера Засулич и про музей авангарда Матюшинский. И более того, тут вчера и, наконец, очень-очень целенаправленный мотоциклист. Вчера, наконец, и сводил людей, и сводил людей в такой кластер необычных объектов. Там и бункер КБФ Краснознаменного Балтийского флота, и единственная сохранившаяся Преображенская церковь Константина Тонна, и, самое главное, Стелла, стоящая на том месте, где социалисты-максималисты взорвали дачу Петра Аркадьевича Столыпина. Ну, а мы с вами пойдем вот туда, в сторону, как раньше говорили, островов, где заканчивали свои кутежи все люди, начинавшие их в городе. Потому что было такое правило, что, если вы хотите, вот, видите, мы сейчас пройдем через эту огромную арку, это уже мы погружаемся в неосталинский ампир, но, тем не менее, модерновые дома нас ждут все равно. Было такое правило, что, если вам понравилась какая-нибудь певичка в цыганском хоре, то вот там с ней замутить после концерта как-то нехорошо. А вот если вы едете на острова, то там, если у вас есть достаточное количество купюр, там это все позволялось. Об этом писал даже Гилеровский в своих воспоминаниях, но в некоем контексте, о котором мы с вами еще поговорим. Так, что-то мы пришли, на самом деле, раньше времени к встрече. Ну, давайте сюда сначала пройдем. Значит, и пока мы ждем нашу замечательную хозяйку, я вам расскажу пару слов про этот дом. Видите, его все фотографируют, но им не грозит то, что грозит нам. А вот, собственно, и она. Здравствуйте. Ну, увидите нас этими тропами. Да. В общем, про дом и про все, что с ним связано я расскажу чуть позже. А сейчас нас ждет погружение в мир прекрасного. Здесь будет пример квартиры, которая юридически является единой квартирой. Ну, фактически, там проживают в разных комнатах разные люди. Это так неожиданно для Петербурга. Я никогда такого не встречал и даже не жил в такой ситуации ни разу. Лифт, как обычно. Да, лифт, как обычно, очень большой, да? Нам какой этаж, что? Пятый. Пятый? Можем пройтись. Но мы спустимся, потому что нам уже надо еще отобразить все прелести. Слушай, мы можем даже поместимся сюда, как минимум, как минимум втроем. Пятый этаж. А может быть, даже в четвером полежием? Поместимся, интересно? Думаю, что нет. Ну, тогда пешком. Пятый этаж. Красиво у вас тут. Да. Ноу-смокинг. Ой, все, Саша, че? Ну, в общем, традиционный... Ой, как он прекрасно поскребывает. Постоянно его закрашивают. И постоянно опять раскрашивают. И опять раскрашивают. Это, наверное, потому что здесь живет привилегированная публика. Да? Такая... Что, страшно? Тесно. Тесно? То ли еще будет. Мы снимаем. Ой, да, да, мы снимаем. Нет, смотри, во-первых. Видите, для писем и газет. Но это еще советская телега. Кстати, мы снимали, с отличием была. Про образцовую культуру. Вот видите, смотрите. Жигалова один звонок. Соколов три звонка. Замятина четыре звонка. Скородомов пять звонков. Коломеец шесть звонков. И тут еще Ивановы, Степановы, Травкин. И еще какой-то человек. Так, а здесь всего лишь, видите, Герасимов один звонок. Чистяков два звонка. Да. А нам было три звонка. А вам было три звонка. Так, ну, прекрасные рога. Постоянный атрибут. Слушай, какие здесь потолки, конечно. Совершенно сногсшибательные. И это же изначально была одна квартира. Для одной нормальной... Да, да, да. И, кстати, вот здесь вот была дверь соседняя. То есть на третьем этаже в этой квартире как бы есть проход туда. А в советское время вот эту аппендикс отделили. Ну, и как бы выход на черную лестницу был вот там. Ага. По понятным причинам. Здесь за стеной лифт грузовой был. А в итоге... Ну, когда мы здесь поселились, то вот было три комнаты. Раз, два и три. Тут, судя по запаху туалет, да? Да. Можно посмотреть на ванную и на ножки ванной. Да, давай посмотрим на ванную и на ножки ванной. Ох, ёлки-палки. Она что, родная что ли? Да. Ничего себе. Да, это ценность, которую прям вот бережем. То есть это родная ванная еще с самого начала. Да, да. Обратите внимание на постоянный атрибут Петроградской стороны. Газовая колонка, потому что здесь нет центрального горячего отопления. Ну, а не унитаз-то неродной. А это какая-то персональная кухня, получается? Нет. Это на самом деле должна была быть большая кухня. Да. Она была большая. А, и вот эта кухня, когда я съехала, хозяйка решила отделить. А, то есть это была кухня? Это была кухня, да. И я планирую сносить это и вернуть, как было, когда я здесь жила с кухническими годами. Интересное кино. Слушайте, а что-то у меня немножко клин в голове. Ну, юридически квартира наша полностью. Поэтому мы сделаем здесь, что хотим. Ну, понятно. Пока мы ее не продаем. Я понимаю, да. А сейчас там живут соседи, да? Арендаторы. Арендаторы, понятно. И сколько здесь всего комнат? Ну, вот с этой получается четыре. Четыре комнаты. И черный вход был там и выходил он, получается... И, кстати, посмотрите, видите, что сделали соседи. Они сделали балкон. Балкон. С ними вот оттуда. А, то есть балкона тут не было? Не было, не было. Они его сделали. Да, вот видно балкон. Да, вот я вижу шейлеры. А когда это произошло? Сделали они балкон лет 7 назад. Просто я как раз рассказываю. Меня всегда спрашивают про эти вот врезы окон в Браннауэре. Я говорю, что в основном это было в 90-е годы. Нет, ну окно здесь было всегда. Да, но я не знаю, но балкон, но балкон не был. А это мебель? Ой, это мебель нет, она не отсюда. Хотя вот этот шкаф может быть, да. Этот приехал. Ну, видно, что все такое красиво крашеное. Может, свои понятия. Да, потому что изначально же оно вот такое было. Ну, свои понятия. Ой, господи, я думал, ты кошка. И получается, что сейчас этой кухне пользуются все, да? Да, да. Этой кухне пользуются все. Нифига себе. Это да, это не очень. Мне это тоже очень не нравится, но я не смогла настоять, потому что я здесь не жила. Понятно. Давай сейчас попробуем. А мы их не смутим? Я договорилась, я сказала, что... Здесь, это моя комната, я здесь жила в студенческие школьные годы, и там остались шпингалеты. К сожалению, они закрашены. Мне очень страшно. Здравствуйте, извините. Слушайте, здесь квадратов 20, наверное. Здесь 24. 24. А это латунные. Они латунные, их, естественно, надо чистить, чтобы восстанавливать. Ну вот, такие вот. О, отопление есть, отлично. Штуршок. Так, а это может там у нас Карповка получается, да? Там Карповка. Все, чтобы мне сориентироваться, я уже немножко заплутал. Посмотри, осталось вокруг люстры. Старались, старались. Дарим, мы замазывали, старались его сохранить. Ну, с трудом. А это, получается, тоже встроенные, да? Когда квартиру строили, здесь была дверь в соседнюю комнату. То есть, вот этой двери не было. Получается, ее пробили, когда стали расселять по комнатам в советское время. То есть, это прям дверь, да? Соответственно, здесь сделали шкаф, здесь сделали дверь. Все, 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 как обычно. Какой реникс советской эпохи. И вот, когда учился на столяра, мы и такими штуками тоже занимались. То есть, это покрывается черным, а потом вырезается. Ну, здесь сейчас просто как склад используется. На самом деле, это одна комната. Она была разделена перегородкой такой деревянной. Вот, был проход. Мы его забили и это самое. Ну, и вот. Да, я вижу. Началось. Ну, все равно, на самом деле, по сравнению с некоторыми другими трешевыми историями... Сейчас на сравнение посмотрим, да. А вот это, я так понимаю, это... Я уж боюсь даже спрашивать, это было? Да, 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 это было. Это кладовая. То есть, если ты была запланирована кладовая? Да, это второго соседа кладовая. Ага. Я имею в виду, изначально проектом? Да, да, это изначально проектом было тоже. Да, понятно. Глубление. Хорошо. Так, можно закрыть ее. И эта комната, да? Да, это комната. Это, боюсь спросить. Оригинал. Оригинал, да? Да, думаю быть, оригинал. Смотри, какая вещь. Цепочка. Цепочка. 30 лет назад эти замки существовали. Вот, хочу показать, как красиво становится наше время. Была отвратительная вот эта лепнина, но она теперь украшена вот этой замечательной вещью. Отрывок газовой трубы. И вот видите, тоже красиво идет такая вещь. Ну что, поехали. Да, давай, давай. На самом деле, тут какая история. Вот в этих квартирах по 4 комнаты, по 4, по 5. А вот в тех квартирах по 9 комнат. По 9. По 9. Поэтому вот эти квартиры почти все выкуплены и являются в собственности, ну, кроме вот на 6 этажах. А там уже не потянуть. Никому не потянуть пока. 9 комнат. Ну, больше людей. Какая же там прекрасная атмосфера. Вот здесь, видите, от голода люди грызут. Тут, это же, слушайте, это же мрамор. Да. Это же мрамор. Это же мрамор. Посмотрите, как красиво он покрашен. Здесь микс. Где-то мрамор, где-то. Что смогли, удержали, что не смогли. Изменили. Профессор Преттеченский. Старая сохранившаяся табличка. Да, вот смотрите, да, родные ручки. Они, видите, и здесь стояли, и внутри. Федоров Александр Михайлович. На авито, кстати, есть объявления подажа на втором или шестом этаже. И сколько стоит? 14. 14 миллионов? Это какая? Вот эти четырехкомнатные, да? Да, вот эти четырехкомнатные, которые стоят в комнате. Ну, 14 миллионов, это еще так. Если есть желающие, пожалуйста, покупайте. Если у вас деньги, как вот из этих рогов, изобилие, ну, только учтите, что это же, скорее всего, бывшие коммуналки все, да? Уже давно не коммуналка. Ну, потому что там, скорее всего, надо будет делать еще ремонт. Что-то мне подсказывает. Больше всего обидно за вот эту вот шахту. Потому что была очень красивая шахта с очень красивой решеткой. А здесь был лифт уже, да? Лифт деревянный, да, он был изначально. Шахта была очень красивая. Лифты вообще встроены, это большая редкость. Представляете, какие здесь вазоны наверху, да? Изображение такого же вазона было на лифте. Ага. Ой, потолок кисонированный. Двери красиво покрашенные. Видите, как они раньше запирались. Шикардос. Здесь в последнее время водят экскурсии. Да я просто, как не приду сюда, тут просто дым коромыслом постоянно ходят. Где-то... Знали? Историю Видзи. Знаете? Нет, историю Видзи я не знаю. Это... Вот в этом, в этой парадной одной, одну или сколько-то квартир занимает Васильев Сергей Владимирович, по-моему. Братья Васильевых из Вырицы. Если погуглите, то можете посмотреть. Тут ВВ Васильева. ВВ Васильев. Ну, я-то расскажу про другую Васильеву, про актрису, которая тут, значит, переступить черту был. Фильм тут снимался, на самом деле. Замечательно. Так, а мы идем еще в одну квартиру, на самом деле. Да, это шикарный пример, как из убожества можно сделать красиво. Вот, например, посмотрите. Это опять-таки, это мрамор. Это мрамор. Родные деревянные, пока что сохранившиеся рамы. Здесь было окно, да? Судя по всему. Я так предполагаю, что здесь было окно. Вот, сохранишь пингалеты. Его заложили. Сделали красиво. Да, вот. Тоже йод. Это мрамор. Обалдеть. И, ну, поскольку он убогий, то его надо украсить надписями. Украсить его надписями пишут? Да, пишут. Ох. Здесь тоже, смотрите, остатки былой роскоши. Гладенькая стена еще до сих пор. Слушайте, это мраморные стены. Мать моя женщина. Чтобы понимали, да? Общий и вот оно. Какой кобздец, я. Здесь были Серега, Колян, Игорь, Жека. 0,2-0,8-2004. Ну, что я могу сказать? Победители премии Дарвина. Серега, Колян, Игорь, Жека. И Катюха еще. Я там никогда не поднималась на пятый этаж. А, мы туда поднимемся. Обязательно. Ой, ты какая. Да, можем сейчас подняться, потому что потом выйдем через черную лестницу. Давайте, давайте сейчас поднимемся на пятый этаж. Ой, у меня сейчас будет эякуляция. Кстати, вот в этой квартире есть объявление о кондаже комнат. Ой, смотрите, как красиво сделан светильник. И вот тоже, смотрите, какая прелесть. Зашибись. Здесь вид на внутренний двор. Мы там еще окажемся. А, это же родные, кстати, скорее всего, или нет? Ну, похоже, что да. Дерево. Видите, там они были мраморные, здесь деревянные. Вот это вот покрытие. Вот, смотри. И действительно, смотрите, это действительно видно по рисунку, где действительно была монтирована лифтовая шахта. Да. Это тоже замененная. Офигеть. Я думал, это ветраж, а это просто краской замазано. Аппарат не пройдет. А там выход на крышу, судя по всему, да? Да. А ключ у начальника, это сужая. Господи ты, боже мой, а! Ведь это дом. Был белый-белый сучий, как-то с джиньком. Он строился из этого белого камня. Ну, и, конечно, всем, кто в дом приезжал, всегда рассказывали легенду о том, что здесь есть подземный ход. Ну, типа до мечети здесь есть подземный ход, но это чисто воды байка, конечно. Никакого подземного хода здесь до мечети не было и нет, и не будет. Это ясен красен. Да, как можно, конечно, украсить здание, пустив сюда правильный рабочий класс после 17-го года. Квартира на третьем этаже считается элитной, там более высокие потолки, порядка 4,4-4,10. Да, я уж вижу. Ну, она прям, да, видно, что... У меня такой, знаете, дежавю. Просто такой, фу, пролетело. Не, я, конечно, все понимаю. Я знаю, что мне сейчас напишут про все вот это, а где им было жить и так далее. Но, понимаете, когда люди въезжали в такие вещи, они не очень, как бы, помягче говоря, ценили все эти прелести, все эти мраморные стены и так далее. То есть, вы видите, какие они закопченные. Потому что хотелось бы, конечно, думать, что все это произошло исключительно в 90-е, нулевые годы, но нет. К сожалению, это все началось уже... Видите, какая перспектива красивая, открывается сумасшедшая мать, моя женщина. Давай сюда пока зайдем, хотя бы. Здесь, вы видите, настолько высокие потолки, что там, в принципе, можно сделать еще одну комнату. Вполне. Ну что, возможно, нас и не пустят снимать. Какая красивая здесь план. Ну что, наверное, не хотят. Один собственник у нас против боится коронавируса. А, боится коронавируса. Ну ладно, вы заценили, да, эту прелесть с боящимся коронавирусом. А это все комнаты, да, вот там вот идут? Да, 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 вот двери, 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 это все комнаты. Но ведь изначально же, наверное, такая конфигурация была? Да. Да? Изначально такая конфигурация была тут, в принципе, там. Выглядит как общага, конечно, если честно. Нет, я имею в виду не сейчас, а в принципе, странная просто... Хотя, в принципе, еще что-то странное. Всегда было, да, даже вот стенка заделана, да, хотя тут как бы за стеной... А там есть, короче, выход на черную лестницу, да? Ну ладно. А там, может быть, выйдем? Просто выйдем, нет? Не получится? Не, ну вдруг мы заразные. Вот тут, например, тут живет такой человек. Фантазия поперла. Победа креатива над разумом. Ой, господи, вот это вот... Чего только не увидишь. Сколько всего тут не встретишь. Не закрывается. Это тоже, кстати, проблема очень многих коммунальных квартир, когда вот эти замки, они становятся родом. Ну, пошли вниз. И наши маленькие друзья отправились в новое приключение. Здесь прямо палец сюда можно просунуть. Ну, в этих квартирах традиционно два туалета, два, три кухни. Ну, зато ковер. Господи, смотрите, тут даже... Кому-то нехер делай, сперли знаки. Знаки. Да. Честно говоря, после этого даже не знаешь, имеет ли смысл идти в раздолбанный особняк, заброшенный после такого. Ну, ладно, спасибо большое. Пожалуйста. Ну, там, к сожалению... Ничего страшного. Этого вполне хватило даже мне. Ну, пойдем во двор, все-таки зайдем. Надо пару слов сказать. У нас был такой замечательный фотограф, Прокудин Горский, который делал фотографии России в цвете, традиционный. Сейчас его архив хранится в библиотеке Конгресса США. И, соответственно, среди прочих фотографий, которые он делал, там есть и фотографии этого самого Эмира Бухарского. Вот за стенкой нашей квартиры... Все. Приход был? Приход был. Где она? Вот за стенкой вот эта галерея. Вот эта галерея? Она принадлежит к той квартире, ну, как бы, к тому подъезду, и она у нас за стенкой была. Ага. А сейчас там что? Ну, вот принадлежит товарищам Васильевым, похоже. Ну, в общем, в начале 20 века был крайне популярен каракуль. И вот этот Эмир Бухарский, которого, по идее, завоевали. Господи, смотри, какие стекла. Я не могу. Я тут на самом деле... Видно, да? И, в общем-то, этим каракулям они и пробавлялись. То есть он в основном этим занимался. Вот там вот, если посмотреть наверху, полумесяц как бы намекает. И, конечно же, вот эти стены, они были гораздо белее. То есть он действительно производил такое ощущение Самарканда. Эмир Бухарский рассматривал Николая II своего как брата, но, в общем-то, в 1917 году, понятно, власть не принял. Пойдем туда, в тот двор зайдем. И бежал в Афганистан, был там таким почетным гостем. И дни свои закончил отметие в бедности. Но, конечно же, никакой былой мощи у него уже не было, потому что он довольно быстро проиграл битву за свой край нашей доблестной краснознаменной армии. А я почему вас вожу по этим дворам? Потому что здесь разворачивается история, которая была показана в фильме «Переступи черту». Я крайне рекомендую посмотреть вам этот фильм. Там замечательная актриса Васильева играет. И она заходит вот в тот вот двор. И чем характерен этот фильм? Он характерен тем, что, во-первых, там первое появление группы «Алиса». Да, причем еще там «Задерий» тогда играл. Они там поют всевозможные песни, типа «Кто ты? Кто ты такой? Кто я? А-а-а?» Так, ну ладно, мы пойдем тогда, мы с вами прощаемся. Мы пойдем дальше по маршруту. Спасибо большое. Но мне в этом фильме было крайне интересно увидеть еще один момент. Дело в том, что там показано такое, знаете, противостояние. Вот этот вот балкон, если мы посмотрим туда. Он тоже фигурирует. Противостояние как бы такой дамочки, которая хочет своим дарованием экстрасенсорным зарабатывать деньги, понимаете? Она берет деньги со своих клиентов. Это ужасно, как вы понимаете. И такой очень правильный прокурор Сажин. Отличная, кстати, роль. Опять-таки, это была первая роль этого актера. Я не помню, как его фамилия. Но что меня поразило сюда, несмотря на обличительный тон, потому что и Васильева там в итоге плохая, ее покровитель так вообще там еще хуже, она приходит на не концерт, а выступление одного фокусника. И вот если до этого там потрясающий диалог вот этого прокурора с одним из участников группы, который говорит, о чем ваши песни, в чем ваш смысл, да, что вообще, о чем. И тот говорит, ну почему должен быть смысл? Есть энергия. И вот это, знаете, типично совковый подход, Борис Борисович Гремльчаков, о чем ваша песня, да, в чем смысл? То есть показано вот это третворное влияние Запада. Сейчас мы приверемся на секундочку. Я всегда видел такие штуки, но они были прямоугольные. Здесь они, видите, полукруглые. Такое я вижу впервые. Это Дома Мира Бухарского, где мы только что с вами были. И когда происходит выступление этого фокусника, оно происходит, знаете, подо что? Под песню группы Pink Floyd. Только там слова вырезаны, там только идет музыка. То есть, с одной стороны, показано вот это вот поганое, третворное влияние Запада, вот это какая-то странно непонятная рок-музыка со странными непонятными словами, жестами и так далее. А с другой стороны, в этом же советском фильме выступление правильного такого фокусника, он потом разгипнотизирует одну из, одного из героев этого фильма, оно происходит под музыку той группы, которая всячески клеймилась. Ну, я помню, что вот у нас в школе там нам рассказывали про группу KISS, ACDC, Pink Floyd, про то, что они там поборники всевозможных хороших вещей. И вот статьи в ленинских искрах писали. Ну, то есть, как бы, когнитивный диссонанс. С одной стороны, вот так, а с другой стороны, причем для саундтрека лучшей музыки не нашлось. Хотя, возможно, это такой сознательный как бы привет тем, кто понимает, создателям этого фильма, потому что это был уже 85-й год. Сейчас я вам покажу еще один прекрасный элемент. Много дворов я видел, но вот это тоже прелесть-прелесть. Особенно здесь умиляют вот эти междомовые щели. Если туда залезешь, камеры покажешь. И фактически встроенные в Винесе холодильники с традиционными свисающими какими-то проводами. И там проводами. Ну и по традиции, видите, здесь когда-то были ворота. Мы с вами выходим на Каменно-Островский проспект. Давай прямо здесь перейдем. Машин мало. Про это место я рассказывал в том выпуске, где я ходил с Оранжем и Рокхэзом. Вот здесь раньше находилась мебельная фабрика Мельцера. Одного из самых популярных вообще, одной из самых популярных социалярных производств для лицовой России. И сейчас там происходит реновация так называемая, которая заключалась в том, что просто один из корпусов снесли. Что там будет дальше, я, честно говоря, не знаю. А вот на этом углу, где постройка уже сталинской эпохи, одного из архитекторов звали Фромзель. Это человек, который, на самом деле, еще много здесь построил на Петроградской стороне. Я вам сейчас покажу, какой деревянный замечательный домик здесь стоял раньше. Вот смотрите. Это дом Йенсена. У него там была скульптурная мастерская, где он делал статуэтки. У него учился некий опекушин. А Йенсен, кстати, это ученик Торвальдсена. Если вы поедете в Данию, в Копенгаген, то там это прямо культ. И вот про опекушин мы сегодня с вами и поговорим еще более подробно, потому что это опять-таки последствия последствия чего? Последствия вот этого. Многие ходят по этому мосту и даже не замечают, что здесь нарисовано. Это вот мальчик с самолетиком, мальчик с какими-то трубами, девочка с мечом. Вот здесь вот в шестеренке в звезде финиширует человек. Проблема опекушина заключалась в том, что он в советской идеологической системе был автором одного памятника. Это памятник Пушкину на Тверской площади. Все остальное, как про него писалось, было следствием реакционных течений буржуазного искусства. Про что идет речь? Скоро мы об этом узнаем, но сейчас я вам хочу показать особняк, построенный по проекту Мариана Лилевича вот здесь для госпожи Покатиловой. И я хочу обратить внимание на вот эти вот арки тройные. Он этот мотив использовал несколько раз. Во-первых, он его использовал в знаменитом доме Мертенцева на Оневском проспекте, который замыкает Большую Конюшную улицу, и в доме на улице Пейстина. Это частный особняк. Вот эти вот барельефы это копия флорентийских барельефов. Аж я не побоюсь этого слова 16 века, если даже не 15. проехал чувак на приори. И если это был частный особняк, то дальше соответственно был построен доходный дом, квартира которого сдавались и собственно на это деньги Покатилова госпожа и жила. Продолжая историю про Пекушина, он был крестьянином крепостным, сумел выкупиться за 500 рублей за 8 месяцев до отмены крепостного права. Знал бы, сэкономил бы это деньги. Это большие деньги на самом деле по тем временам были. И помимо того, что он сделал памятник, кстати, не единственный памятник Пушкина он сделал. У нас на Пушкинской улице в Петербурге есть такой мини-Пушкин. Он еще сделал естественно памятник Александру Второму в Кремле, который стоял, и памятник Александру Третьему, который раньше стоял возле храма Христа Спасителя. Сейчас памятник Александру Второму установили возле храма Христа Спасителя. Если мы посмотрим вот туда, мы увидим здание, которое похоже на какую-то теплицу. это, как вы понимаете, не теплица, это мастерская того самого Опекушина. Если мы, кстати, переместим взгляд вот туда, то мы увидим стандартный такой вот уже прямоугольные углубления и, видите, тоже красивая сбитым стеклом лоджия застекленная. Так вот, соответственно, Опекушин был одним из самых востребованных, модных архитекторов, ой, скульпторов до религационной эпохи. Вот если мы посмотрим сюда, то мы увидим, что заложен проем и как он выглядел, мы увидим с вами с другой стороны. Пойдем. Но, поскольку вышел декрет Ленина об уничтожении всех памятников, связанных с проклятым царизмом и всем остальным, то, естественно, и посносили эти памятники, и его автора, несмотря на то, что он был крестьянин, несмотря на то, что он был крепостной, вычеркнули из культурного контекста. Сделали его автором одного только Александра Сергеевича Пушкина, это ему зачлось. А для того, чтобы понять, насколько был круто Пекушин, мы можем выйти сюда и посмотреть на эту мемориальную доску. Здесь жил и работал скульптор, академик, на секундочку, академик Александр Михайлович Пекушин. Это его доходный дом. То есть, вы понимаете, для того, чтобы построить доходный дом, нужны деньги немалые. То есть, у него здесь был свой доходный дом, там у него была мастерская. Именно на этом месте был сделан, сделана модель этого памятника Пушкину. Дело в том, что памятник был открыт в 1880 году, а это постройка 1887 года. Поэтому он, несмотря на то, что сделал его здесь, но просто в каком-то мастерской, которая ей предшествовала. А это уже потом выстроил для как раз этих царских затей. Вот там, если посмотреть, есть мемориальная доска, на ней написано, что именно в этом здании создан памятник Пушкину. но это не совсем правда. Да, в том здании, которое раньше стояло здесь. И вот видите окно? Помните, я показывал там заложенную арку? Вот оно выгляло вот так вот. Соответственно, когда вы идете здесь по улице Попова, вы в принципе даже не обращаете внимания, но если вы посмотрите наверх, вот там эта стеклянная крыша, и это соответственно застрелиться и не встать. Таким образом, вот мы все время сталкиваемся с какими-то двойными стандартами, когда вот памятники одним сносить, я об этом постоянно говорю, потому что я против сноса любых памятников. когда снос одних памятников это хорошо, снос других памятников это плохо. Давайте как-то придем к среднему знаменателю и поймем, что может быть в принципе сносить памятники это плохо в угоду какой-то идеологической системе, потому что эта система может развалиться, как случилось с советской системой. И прекрасный, замечательный автор Опекушин ушел в небытие. Вот здесь вот мы видим тоже некую некий намек. Не исключено, что здесь был гараж или конюшня. Была практика переделки на самом деле конюшен в гараже. Вот здесь были окна, здесь был вход. Но с этим конечно флигелем связана масса интересного, потому что если мы посмотрим вот отсюда он выглядит вот так. а если мы пойдем вот сюда то мы увидим там какую-то странную дверь, как говорят дорогие соседи закрывайте пожалуйста дверь в подъезд до щелчка иначе у нас в квартире очень холодно или к вам в квартиру зайду я но здесь особенно ничего смотреть нечего если честно кроме традиционной паутины проводов это черная лестница поэтому она выглядит вот так ну хотя бы стены покрашены был ремонт несколько лет назад судя по всему давайте сделаем то чего не сделал кто-то кто сюда заходил закроем дверь до щелчка вот так надо дверь закрывать чтобы не было холодно в подъезде так вот если мы посмотрим на этот флигель с другой стороны вот видите какой там вход странный функция этого здания до сих пор непонятно даже знатокам у нас есть там сайт архитектурный я читал там обсуждение ветки ну в общем-то даже тамошние махры которые действительно понимают все и в архитектуре и в адресах там знаете за не тот адрес могут тебя предать анафеме даже там не пришли к единому мнению что это такое вот этот первый у нас назван уже Аникушинским там у нас Апикушино здесь Аникушин потому что дальше есть мастерская Аникушино но туда мы сходим отдельно я сделал такой выпуск про неизвестные музеи вот видите сквер Михаила Константиновича Аникушина вот а я хочу ты пока снимай я достану книжечку одну вот она так так дело в том что вот этот вот дом простите меня ради бога по моему архитектор мульханов для меня он крайне интересен другим если мы посмотрим вот такую картинку покажу это соответственно страница из журнала столица и усадьба дело в том что я работал как бы в реинкарнации этого журнала он назывался столица и усадьбы он раздавался Крымовым и редакция располагалась именно здесь следующий дом это дом по проекту кстати Федора Лидвеля так вот Крымов оставил очень интересные воспоминания касаемые Куприна мое знакомство с А.И. Куприным началось необычно было это вероятно в 1913 году я сидел в своем рабочем кабинете на Невском в Петербурге когда улыбаясь вошел ко мне художник Троянский это ваш автомобиль стоит у подъезда я вам туда гостя посадил какого гостя кого вы там посадили и зачем не беспокойтесь он ничего не украдет он там спит опять смеясь ответил Троянский зная его как шутника я подумал что это только комическая прибаутка а в действительности он пришел просить аванс но когда через полчаса я садился в автомобиль чтобы ехать к себе домой на Каменный остров он жил вот там на Каменном острове в автомобиле оказался спящий человек в автомобиле стоял Троянский успокаивал меня это Куприн пусть поспит мы немножко с ним выпили возьмите его к себе пока доедем он очухается Троянский уселся с шофером и что-то ему рассказывал очень смешное потом шофер хохотал а я опасаясь катастрофе стучал в стекло и просил не развлекать шофера когда приехали на Каменный остров и остановились у дверей дома Троянский соскочил отворив дверцу и громко сказал Александр Иванович замечательный коньяк действие этих слов было магическое Куприн сразу проснулся мы вошли в дом пришлось подать коньяк еще до обеда у храма царя Соломона не было Куприна конечно но были два колонны если посмотрите вот сюда то вы видите там звезды и вот это одна колонна а вот если мы переведем взгляд сюда то это вторая колонна и это главный вход в дачу Игеля здесь был ресторан загородный дело в том что там дальше была вилла Боргезе это вот здесь целый комплекс домов которые отвечали потребностям предвлигированного класса вот смотрите это у нас родной мрамор самый натуральный здесь было принято заканчивать кутежи на самом деле когда вы уже отбухали свое вам нужно было ехать вот Крымов жил на Каменном острове Каменном острове вот если туда поехать на Каменном острове были вот духи ходят на Каменном острове были соответственно дачи дачи тех кто да не ходите где хотите у нас демократия в стране на Каменном острове были дачи тех кто мог себе это позволить это была фактически загородная дачная территория и здесь предприниматель Игель построил не просто ресторан здесь был ресторан с отдельными кабинетами и кабинеты эти нужны были для того чтобы когда вы приезжаете сюда с девушкой и вы поели и устали соответственно то вы можете с ней прилечь здесь можно на самом деле выключить фонарь вот тут у нас Каменном островский проспект с видом на произведения архитектурные и господина Лидвеля и господина Мульханова меня как конечно столяра здесь аккуратно безумно радует вот это вот это родные двери сохранившиеся вот они были зашиты поэтому они в таком первозданном виде то есть сначала их зашили вот этой вот чудесной как я обычно говорю натуральным кожезаменителем а потом зашили еще чем-то вот соответственно он организовал здесь вот такую привилегированную веселуху куда приезжали в конце кутежей ну а потом здесь было несколько советских учреждений и вот я вспоминаю на самом деле свою столярную молодость потому что я занимался как раз такими вещами вот этого ДСП накладывал на такие стены здание это пребывает в ужасном удручающем состоянии и это крайне печально потому что ну во-первых я призываю тех кто посмотрит этот ролик я специально стал показывать вход потому что ну не дай бог чтобы во-первых закрыли его ну хотя бы законопатить его надо заварить чтобы здесь вот разные люди не шарились потому что ну во-первых это просто опасно видите как строили дома да то есть вот отвалившаяся штукатурка это у нас доски сверху дранка накладывается и на нее уже вот видите какой слой штукатурки здесь сохранившаяся лепнина у нас осталась я вам просто хочу показать самый главный зал мы потом спустимся на первый этаж заведение типа сортир вот он видите ну тут произведение современного искусства у нас пребывает в различных количествах но посмотрите наверх вот эти окна они называются люкарны причем здесь что сделано вот если здесь у нас стекла то вот там если мы посмотрим там зеркала таким образом создавался эффект когда здесь горели свечи а потом здесь было уже электрическое освещение создавался эффект продолжения перспективы туда и у людей которые здесь откушивали явства возникало ну ощущение дополнительного пространства вот если мы посмотрим наверх то увидим вот эти вот колонки в советское время когда здесь был вот этот детский дом творчества или какого-то содействия детскому развитию чего-то там здесь явно происходили какие-то торжественные мероприятия с объявлениями и прочими и прочими ну а теперь this is хип-хоп оно все оно все разрисовано различными вот буквально видите наскальными надписями вот тут есть такие сякие только они не такие древние как хотелось бы вот это вот чудесные советские подвесные потолки ну на самом деле хочу сказать немножечко в защиту этой темы вот если бы это здание вовремя начали бы реставрировать то сняв соответственно вот это покрытие было бы проще восстановить изначальные стены потому что они все-таки отчасти сохраняют а вот в таком виде когда оно пребывает это уже совсем не камильфо господи вот эти вот ДСП они не снились на самом деле в свое время так ну там туда мы не пойдем там ничего интересного и там мы не выйдем если мы поднимем голову наверх то мы видим еще вот видите такое световое окно на потолке создававшее еще дополнительный эффект некой легкости бытия вот так выглядит лестница если смотреть соответственно отсюда вот Санкт-Петербургский детский гуманитарный детский центр вот так это все называлось вот видите потрескавшиеся ступени господи тут немножко подпахивает дерьмищем вот он осколки белой роскоши причем на самом деле знаете что я хочу сказать это похоже родная краска да это родная краска это действительно желтые интерьеры какие-то монтированные видите шкафы вот тоже еще дореволюционная столярная работа так где у нас вход в ламзал где тут был этот а вот сюда хорошо нет не сюда но это все какие-то отдельные кабинеты смотри какая красота неземная да они были покрашены в разные цвета тот в розовенький этот вот такой салатовый хотя вот смотрите предыдущий слой краски он он вот такой немножко отличается сейчас попробую вот два слоя краски вот как бы первый и второй то есть изначально она была более более такого более темного оттенка а сверху покрасили салат но я не исключаю вариант что это покраска еще тоже дореволюционная салат и о здорово я надеюсь вы кровь младенцев пьете дело в том что изначально здесь еще было был ресторан оранжерея то есть с таким стеклянным потолком как инженер шухов делал и судя по всему этот зал оранжерейный он потом был переделал это не он на самом деле что вот вы видите какая здесь лепнина это судя по всему главный ресторанный зал но мы увидим этот порно ролик потом нет тут какие-то подвесы собираются делать причем только не встретишь своей жизни вот и такие потолки они в первую очередь летели во время второй мировой войны но я имею ввиду прозрачные с остеклением ну то есть вспомни допустим даже гмы имени пушкина там да прям просто креатив претут в каждой комнате что-то намалевано но здесь вот такой вот например гмы имени пушкина вот этот потолок он был разбит и это при том что москута не очень сильно бомбили в одну отличие от ленинграда не значит что они бомбили вообще вот тут у нас кто-то жил а вот тут моя любимая надпись кому что снится но это приятно если согласитесь ну а там уже все финал тупик советское бытие атмосфера примерно как в той квартире что мы снимали только что девятикомнатный судя по всему изначально это уже некие подсобные помещения вот исходя из размера потолков и всего остального смотри-ка тут даже даже люди сделали себе весе умывальничек ну короче с этим надо что-то делать надо это все к чертой матери прикрывать я надеюсь что благодаря хотя бы этому видео подобное решение она подтолкнется голубь птица мира видите женщина как мы это выход замурованный а это а там выход уже другой я на улице у меня экскурсанты тут по последние побоялись сюда идти я их понимаю отчасти а тут у нас вообще ведь и горела даже но это последствия того что если держать такие помещения в таком виде подобное произойдет рано или поздно потому что эта обшивка вот прекрасно советская на же горит так идеально а вы что здесь делаете молодые люди что вы здесь делаете здравствуйте что вы здесь делаете молодые люди погулялись ладно не ссы господи весь нам затрясть от страха надо отвечать я здесь гуляю а ты иди нахер ходили будут в поход короче втроем я валера мой учитель по венчу не его старший сын ему 31 год он бывший спецназовец ну и он соответственно пошел в своей в морской пехоте он служил или кое-что где он там день это служил вообщем во всех этих делах но он идет беретом берете одетый соответственным образом и мы пришли на стоянку который называется али а а алексей вот и он пошел воду набирать а там какая другая группа пришла так они решили что в лесник и немножко так это насторожились потому что он был этом камуфляже когда вы не интересуетесь история родного города не обязательно петербурга где-то на северных болотах грустит одинокий блогер гид фрик и прочее и ну собственно вот такой опять у нас эклектичный выпуск с вами получился друзья мои я все-таки надеюсь что конечно же замечательный особняк упадет в правильные руки я понимаю что есть обременение виде памятника архитектуры нужно сюда вложить нереальным количеством это установить но я в это верю ну а мы с вами не последний раз оказались стране мы пойдем попросами туда погуляем хочу сказать что вся экскурсионная программа есть у меня на сайте если соответственно вам интересна моя литература датом что-то только заходите на сайт там все узнаете ну и соответственно пишите задавайте вопросы знаете по питеру с вами был гид Павел Перец увидимся все вам доброго